Захваты пляжей продолжаются. На станции Лиманской в нескольких метрах от воды начали активную застройку куска пляжа. Тут уже застелили сетку из арматуры. По словам местных, рабочие готовят основание под фундамент. Конкретно подготавливается площадка под застройку. Это уже просто капитальное будет строение. И такая площадка готовится под фундамент. То, что явно 5 этажей это выдержит. Более двух недель местные недоумывали, что же собираются построить на песке. Подрядчик не предоставляет ни разрешительные документы, ни детальный план застройки. Все находятся представители в Одессе. Документы никакие предоставляться нам не будут. Чуть что в исполку. Требую у руководителей документы. Они нам не выносят. Просто в устной форме они там рассказывают нам, что тут будут шезлонги, столики для отдыха и все остальное. То есть для культурного общества населения. Кто захочет оплатить, будет отдыхать культурно. Кто хочет некультурно, будет отдыхать на голом пляже. Вызывали полицию. Приезжала полиция, требовала предоставить документы. Вызывали их в органы, в Белгород-Днестровский к следователю. Ну, следователь мне отзвонился и сказал, что документов они никаких не привезли. И как бы там непонятно, что там вообще будет. Как только строители увидели нашу съемочную группу, сразу же скрылись с пляжа. Но спустя некоторое время все же привезли и повесили на забор детальный план застройки территории. Без каких-либо текстовых материалов. По словам юриста, строительство на этой территории является нарушением водного кодекса. У нас запрещается строить на песке. Под видом благоустройства они пытаются сейчас залить 400 квадратных метров асфальтного покрытия на пляже, на песке. Если вы нарушаете пляжи, проброженную захлестную смугу и там что-то строите, то вас надо лишить этого права собственности, потому что право общественное на пляже, установленное по закону, выход к морю, это больше, чем право частной собственности. Местные уверяют, что застройщиком является начальник базы отдыха Портовик. По плану на пляже появится зона отдыха с бассейном, шезлонгами, кафе и другими услугами. Вряд ли местные и туристы, которые приезжают сюда со всей Украины, смогут как и раньше отдыхать там бесплатно. У нас получается вся центральная часть пляжа будет занята. И это сейчас говорится, что это все для людей, вы понимаете, это потом огородится, будет написано, что частная территория, плюс цена на топчаны и не каждый человек сможет себе это позволить. А у нас осталось только несколько станций, которые близко расположены к морю и хороший подъезд у инвалидов, у детей, выход на пляж. Активисты не прекращают борьбу за пляж, но ни митинги, ни перекрытие дорог не могут остановить прибрежную стройку. Сегодня же общественники вызвали на место полицию, а зачем участкового? Правозащитники, в свою очередь, сказали, что поскольку нет рабочих, значит нет и стройки. А в Затокском сельсовете двери перед нами захлопнули. Якобы у начальника и так дел не проворот. Поговорить нам удалось с общественником, который не против строительства на песке. А что нам оставаться в савдеповских временах, когда должна развиваться инфраструктура, чтобы было людям красиво, приятно приезжать и отдыхать, чтобы мы были на уровне, на европейском. Это же не пришли, украли землю и строят там гостиницы. Там не будет гостиниц. Это будет инфраструктура общего пользования. Ну, может, какие-то там будут моменты платные, потому что инвестор же не может бесплатно влаживать деньги. Он же тоже должен какую-то прибыль получать. Два года назад в Затоке прошла тайная сессия, где сельсовет раздал предпринимателям под застройку золотые квадратные метры у моря. Ранее строительная техника была замечена в районе станции «Морская», где конструкции возводят так же, как и на Лиманской, на песке. Жители настроены решительно. Они срывают арматуру и дежурят на пляжах, чтобы не допустить строительства. Репортер следит за пляжной войной в Затоке. Нарина Щеглова, Алексей Прокопенко, Телеканал Репортер.